Валерий Соловей 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 Если подтвердиться все то, о чем говорил генерал, я знаю, что это лишь часть того, что на самом деле планируется Москвой, Кремлем, прошу прощения. Там есть и другие планы, касающиеся территориальных уступок другим державам. В прямом смысле слова. Территориальных уступок. То есть речь идет об акте национальной измены. Валерий Соловей также добавил, но он говорил об этом довольно пространно, поэтому я не буду включать в ролик фрагмент. Что если мы отдадим Китаю территорию в аренду, то это будет практически уже невозможно вернуть обратно. Такие международные договора, как правило, работают железно. Имеется в виду, что расторгнуть договор об аренде будет невозможно и новым руководству России, которое придет после Путина и компании. И в качестве примера он привел Гибблардтар и привел Гуантанамо. Еще он сказал, что китайцы считают русских и вообще европейцев недочеловеками. И что присутствует, как он выразился, азиатский расизм. И о таких вещах, думаю, пора задуматься. И прежде всего людям левых убеждений и коммунистам. И особенно тем, кто любит приводить Китай в качестве примера для подражания. Людям левых убеждений пора вспомнить настоящее коммунистическое учение. Учение Маркса, Энгельса и Ленина. Они эту мерзость, так называемый научный коммунизм, состряпаны Сталином и компанией для того, чтобы прикрыть политарную систему в изуродованном ими Советском Союзе. Азиатский способ производства был вычеркнут из научного коммунизма лично по указанию Сталина. Кроме того, Сталин запретил преподавать азиатский способ производства в советских учебных заведениях. Почему для многих сейчас и откровение, и шок. Когда они узнают эту, в общем-то, очевиднейшую, фундаментальнейшую честь коммунистической теории. Если об этом не вспомнить и не задуматься, то думаю, что отношения с великим соседом, социалистическим Китаем, могут закончиться для нашей страны очень плохо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!